Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона, и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Охотник вместо зверя подстрелил грибника. Трагедия в Дядьковском лесу. Дом, школа, дом, маршрут безопасный. Городская ГИБДД продолжает акцию «Юный пешеход». Предупредить преступление возможно. Очередной профилактический рейд совершили сотрудники межмуниципального отдела «Брянский». Прибор для обнаружения утечки газа. У мошенников он в разы дороже. Три вопроса природоохранному прокурору в нашей традиционной рубрике «Правовой аспект». Беженском межрайонном следственном отделении города Брянска расследует уголовное дело в отношении 45-летнего охотника, подстрелившего в лесу не зверя, а человека, мирно собиравшего грибы. По версии следствия, утром 10 сентября 2015 года мужчина выехал в лес с целью охоты. Около 12 часов сквозь пролезь кустарника увидел силуэт. Как ему показалось, дикого животного быстро прицелился и произвел в сторону два выстрела из ружья. Услышав крики, он понял, что попал в человека. Испугавший ося ответственности, подозреваемый сбежал с места происшествия. Потерпевшим оказался 46-летний грибник, который от полученного ранения скончался. В лесу он был не один, поэтому о трагедии тут же узнали в правоохранительных органах. В ходе работы оперативно-розыскной был проведен комплекс, были установлены свидетели, которые нам пояснили, что данный мужчина охотился в данном лесном массиве в прошлом году. И уже в ходе было проделано обысковое мероприятие, получена экспертиза от экспертов, что телесные повреждения погибшему причинены с ружья 12-го калибра. В ходе обыска были изъяты документы на охотничью собаку. Ну и под этими уликами уже подозреваемый полностью сознался садийным. Расследование уголовного дела продолжается. О недостатках в содержании уличной дорожной сети теперь можно сообщить в ГИБДД города Брянска. Инспекция готова также рассмотреть предложения горожан по улучшению организации дорожного движения. Свои замечания и предложения вы можете высказать по телефону 74 71 02 74 74 03 или направить сообщение на адрес электронной почты гибддбрянск-собакамейл.ру В Брянске продолжается акция «Юный пешеход». Сотрудники городской госавтоинспекции проверили у младшеклассников маршруты безопасного движения в школу и обратно. Поучительный урок на эту тему провели сотрудники ГИБДД по городу Брянску с пятиклассниками школы номер 66, расположенной в Бежском районе. С помощью консультации сотрудника полиции ребята сами нарисовали безопасные маршруты, которыми и будут руководствоваться в течение учебного года. Родителям тоже необходимо научить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения. Попросите детей назвать те разновидности опасностей, с которыми им приходится встречаться на улице. Очень часто представления взрослых и детей не совпадают. Стоит особенно подробно разобрать все возможные ситуации. Обойдите с ребенком все близлежащие улицы, отмечая потенциально опасные места. Например, пешеходный переход со светофором более безопасный, чем без светофора. Улица и участки, где нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, также наиболее предпочтительны. Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом-школа-дом». Пройдите с ребенком этим маршрутом в спокойном темпе. Засеките время движения по данному маршруту. Маршрут в школу должен быть не обязательно самым коротким, но обязательно самым безопасным для вашего ребенка. Но помните, ваша задача не запугать детей, а предупредить их о возможных опасностях. Поэтому при проведении бесед учитывайте индивидуальные психологические особенности вашего ребенка. Но сейчас небольшой мультфильм. Кевин, идите по главной дороге. Ладно. Фьюзи, давай быстрее. Пирог скоро остынет. Я стараюсь. Кевин, куда ты идешь? Это короткая дорога к госпоже Рори. Но мама велела идти по главной. Да все в порядке. Я знаю лучше, чем мама. Ты уверен? Конечно. Конечно. Какая-то странная улица. Почему машины едут так близко? Ну, понимаешь, Сьюзи, это просто такая дорога. Эй, приятель, пропусти. Я первый приехал. О чем это ты? Я приехал первый. Мне страшно. Кевин, давай я понесу. О, спасибо, Сьюзи. Оли! Ты в порядке, Сьюзи? Это был пирог для госпожи Рори. Все хорошо. Думаю, госпожа Рори обрадуется, что никто из вас не пострадал. Да? Кэп, я удивлен. Ты же знаешь, что нужно быть крайне осторожным и смотреть, нет ли на аллее пешеходов. Мне очень жаль. Это я виноват, Поли. Кевин, Сьюзи, есть несколько правил, которым вы всегда должны следовать, когда попадаете в места, где нет тротуара. Я расскажу. Хорошо. Первое. Всегда идите с краю дороги, а не посередине. Если вы идете посередине, вы не видите машин позади себя, а это опасно. Ой. Второе. Всегда останавливайтесь и отходите в сторону, когда машине нужно проехать. Идите дальше, когда она уедет. Водители не всегда вас видят. Останавливайтесь и осторожно смотрите перед переходом. Не выбегайте. Третье. Никогда не ходите по узкой дороге рядом друг с другом. Идите в ряд. И еще. Не очень хорошая идея нести что-то в руках со стороны движения. Если машина проедет близко, небольшой толчок может привести к серьезной аварии. Следуйте правилам. И тогда даже прогулка по узкой дороге станет безопаснее. Хорошо, Поли. Еженедельные рейды, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, не на словах, а на деле, оказываются серьезной профилактикой правонарушений и предупреждением возможных преступлений. Личным составом межмуниципального отдела МВД России Брянский в рамках профилактических мероприятий была проделана следующая работа. Было выявлено 4 преступления на территории Брянского межмуниципального района и возбуждено одно уголовное дело на территории города Сельцо по статье 228. Это незаконный оборот наркотиков. Также сотрудниками ГИБДД Брянского межмуниципального района было выявлено 10 административных правонарушений, проверено 11 иностранцев. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних были проверены семьи, которые состоят на профилактических учетах, а также несовершеннолетние, лица, ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем. Выявлено 2 сбыта факта алкоголя было на территории Брянского района и города Сельцо. Мошенники снова входят в доверие пожилым людям. В полицию обратилась пенсионерка, проживающая в частном секторе Фокинского района. Она рассказала, что к ней зашла незнакомая женщина и рассказами о страшных случаях гибели целыми семьями от утечки газа вынудила бабушку купить прибор, помогающий эту саму утечку вовремя обнаружить. В итоге пенсионерка заплатила гостей почти 4000 рублей за то, что в специализированных магазинах можно купить в разы дешевле. Вернуть свои деньги она теперь сможет разве что через суд. В последнее время в Брянске подобные ситуации участились. Полиция советует всем провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками и предупредить их об уловках мошенников. В нашей рубрике «Правовой аспект» мы задали три вопроса природоохранному прокурору. Законна ли установка владельцами прудов и озер ограждений, шлагбаумов и других препятствий для доступа граждан к водоему? Ограничение в доступе к водоемам устанавливают владельцы только в том случае, когда эти водоемы, водные объекты принадлежат им на праве частной собственности. Общедоступными водными объектами являются водоемы, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Какое-либо ограничение в доступе к этим объектам или пользование береговой полосой 20 метров незаконно. Какая ответственность предусмотрена за выброс мусора в городе в неустановленных для этого местах? Сказанное деяние является правонарушением административной ответственности, за которую предусмотрена статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в виде штрафа. В размере на граждан от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Также применяется мера административного воздействия в виде приостановления деятельности до 90 суток. Предусмотрена также уголовная ответственность при наступлении чашких последствий до 2 лет лишения свободы. Пресечь данное правонарушение вы можете при подаче соответствующего заявления в правоохранительные органы, в местную администрацию или в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Какой порядок предоставления древесины гражданам для собственных нужд? Согласно действующего лесного законодательства, граждане имеют право заготавливать древесину для отопления, строительства жилых домов и иных собственных нужд. Порядок и нормативы заготовки древесины в Брянской области регламентированы законом Брянской области номер 90 З от 15 июля 2007 года. Согласно данному закону, люди имеют право заготавливать древесину для следующих целей. Для целей отопления до 30 кубометров один раз в год. Для строительства и реконструкции жилых домов и пристроек до 100 кубометров один раз в 15 лет. Для ремонта данных строений до 30 кубометров один раз в 5 лет. Также предусмотрено выделение до 100 кубометров древесины людям для строительства домов и реконструкции в случае повреждения их в результате стихийных бедствий, пожаров и иных обстоятельств. Для заготовки древесины необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местное лесничество по месту жительства с соответствующим приложением. Данное заявление лесничеством рассматривается в 30-дневный срок, в котором принимается решение об заключении договора купли-продажи древесины или об отказе в предоставлении данной древесины. Также предупреждаю, что нецелевое использование данной древесины, предусмотренное договором купли-продажи, недопустимо. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное, ваше право. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином ОДЖИ. Бум-Сити, второй этаж. Имидж ведущих создан мастерами салона красоты «Граф». Телефон 72-11-21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова